Привет, я журналист Алексей Мацука, я родился и вырос на Донбассе и это мой блог о том, как дела дома в Донецке. Более 400 тысяч детей на Донбассе живут в постоянной угрозе пострадать из-за обстрелов или мин. С начала 2020 года жертвами обстрелов стали 10 детей, только за первую неделю мая зафиксировано было 6 случаев, и это вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такие данные озвучили в детском фонде ООН ЮНИСЕП. Я вернулся домой и увидел двух своих маленьких дочерей и их подругу, залитых кровью в ванной комнате. Они так испугались, что просто зашли в ванную и ждали, пока их кто-то найдет. С начала года было зафиксировано 9 атак на школы, причем 5 из них только в апреле. Во время одного из обстрелов 17-летняя девушка, которая находилась во дворе своей школы, получила ранение осколком. Пятеро детей из тех, кто были ранены в мае, жители отдельных районов Донецкой области. А вот длинный перечень ранений и травм, которые эти дети получали. Перелом костей голени, локтевой кисти, множественные осколочные ранения стопы, спины, ног, сотрясения головного мозга, ссадины бедра. Подробности произошедшего мы, украинские журналисты, пока можем узнать лишь от независимых наблюдателей ОБСЕ. А вот медработники в двух больницах Донецка отказались говорить с наблюдателями о жертвах среди гражданского населения, потому что им не разрешает группировка ДНР. Как я уже говорил ранее в своих блогах, независимо от того, кто стрелял, он должен понести наказание за нарушение главного правила войны. Жилые кварталы и тем более территории школ и детских садов всегда должны быть островками безопасности для мирных жителей. Но на Донбассе жители прифронтовой территории по-прежнему живут в напряжении и долгом стрессе. К военной опасности прибавились переживания и сложности из-за эпидемии коронавируса. Возмущает, что дети и семьи на востоке Украины не только вынуждены жить в условиях суровых ограничительных мер, как и другие семьи по всей Европе, но также испытывают постоянную угрозу возможных обстрелов. После более чем шести лет конфликта на востоке Украины дети и семьи остро нуждаются в мире. Мы призываем все стороны соблюдать договоренности о прекращении огня. Действительно поражает то, что прошло шесть лет и, казалось бы, горячая фаза на линии фронта должна закончиться. Но нет. Все равно мы слышим о жертвах среди мирных граждан. Параллельно донецкие и луганские дети были втянуты в другие процессы, когда они, например, держат в руках оружие. И это наряду с обстрелами тоже нарушает их детей права. Если в 2014-2015 годах фотографиями плачущих детей пророссийская пропаганда иллюстрировала призыв жителей Донбасса к вступлению в так называемое народное ополчение, то сегодня детские лица улыбаются с плакатов под названием «Я родился в ДНР». Они, дети, это материал, из которого лепят новых патриотов, новых граждан непризнанных республик. Какой донецкий школьник назовет родиной Украину, находясь в идеологии русского мира? Патриотизм здесь трактуется как желание и готовность защитить свой дом, только если он под флагом России или так называемой ДНР. Офис генерального прокурора сообщил, что 29 несовершеннолетних граждан Украины осуждены за участие в вооруженном конфликте в составе незаконных вооруженных формирований. По данным следствия, главы незаконных вооруженных формирований, начиная с 2014 года, массово привлекали несовершеннолетних в Ордло к участию в боевых действиях против подразделений украинской армии и других военных формирований. В 2014-2016 годах особенно часто можно было встретить в сети кадры, как группировки в игровой форме обучают детей военному делу, разрешают пострелять из боевого оружия. Сегодня в ЛДНР стараются уже меньше показывать такого видеоряда. Я и дальше буду следить за ситуацией дома в Донецке, а вы подписывайтесь на телеканал Дом во всех социальных сетях. Сегодня на этом все. До свидания.